Контролируемый подрыв Контролируемый подрыв – часто самый безопасный способ нейтрализации бесчисленного количества боеприпасов, потерянных в море или намеренно сброшенных на дно в XX веке. Расположение этих смертоносных свалок часто плохо документировано. По оценкам, только в немецкой части Северного и Балтийского морей ржавеют около 1,6 миллиона метрических тонн обычных и химических боеприпасов. По оценкам, только после Второй мировой войны в Балтику было сброшено не менее 50 тысяч тонн химических боеприпасов. Смертоносные яды, такие как иприт, нервнополитические и удушающие вещества, попадают в воду, отравляя и без того сильно загрязненную балтийскую экосистему. Аарон Бекк из Геомара возглавляет Балтийскую экспедицию, изучающую эту угрозу. Речь идет как об обычном тротиле, так и о химическом оружии. Здесь на дне огромное количество взрывчатки, а она содержит генотоксичные, цитотоксичные и канцерогенные вещества. Все эти соединения весьма ядовиты, и в этом главная проблема. Исследователи используют подводный беспилотник для изучения морской свалки Кольбергер-Хайде, недалеко от немецкого города Киль. Только в этой зоне насчитывается около 30 тысяч тонн ржавых морских мин, авиабомб, торпед и других боеприпасов, сваленных в кучи или разбросанных по морскому дну. Мы знаем, что химические вещества из боеприпасов попадают в живые организмы. Есть высокая вероятность, что они окажутся в морепродуктах, что в итоге затронет людей. Но пока мы не очень много знаем об этой стороне проблемы. Ученые надеются, что составление карт токсичных свалок поможет в будущем найти реальный способ ликвидировать эту угрозу. Денис Локцев, Евроньюз, Балтийское море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова